МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГАРТ. Вначале коротко о главных событиях. Глава ГАГАУЗИ Ирина Влах провела рабочее совещание с руководителями медицинских учреждений Камрадского района. Своими уникальными произведениями искусства, вязанными коврами далеко за пределами ГАГАУЗИ, прославилась уроженка села Гайдар Зинаида ГАУЗ. Республиканский турнир памяти Валентина Чавдарова прошел в Камрате. Воспитанники Камратского спортивного лицея завоевали шесть медалей на чемпионате Молдовы по вольной борьбе среди кадетов. В медицинских учреждениях Камрадского района лечебную помощь получают 70 тысяч жителей и люди из соседних районов. Одна из актуальных проблем, с которой при работе сталкиваются медики, это нехватка молодых специалистов в сфере здравоохранения. Система здравоохранения ГАГАУЗИ за последние годы сталкивается с дефицитом врачей. В лечебных учреждениях не хватает 500 медицинских работников, а средний возраст работающих врачей превысил 55 лет. Директор Камрадской районной больницы Нина Райлян отметила, что на протяжении трёх лет врачи на работу в их учреждения поступают, но их по-прежнему недостаточно. В 2021 году три доктора пришли на работу, в 2022 году два специалиста. Стараемся сделать всё для того, чтобы человеку понравилось работать у нас и захотелось у нас работать. И вот, в принципе, те молодые специалисты, которые пришли к нам в отделение, начинали работать у нас резидентами. Мы рассказываем о том, что и финансовая мотивация есть отдельно в ГАГАУЗИ для молодых специалистов. С 2019 года региональные власти все свои усилия направили на то, чтобы профессию врача сделать привлекательной. Три года назад запустили программу стимулирования медицинских кадров. Это единовременные выплаты молодым специалистам в сфере здравоохранения. За этот период в медицинские учреждения трудоустроились 18 специалистов. Кадровая политика, люди – это на самом деле намного сложнее проблема. Мы по-разному планировали нашу работу с молодыми людьми. И действительно очень важно, чтобы профессия медика стала привлекательной. В ГАГАУЗИ работают свыше полутора тысяч медицинских работников. Почти 800 человек из них работают в Камрадском районе. Чтобы их число с каждым годом увеличилось, нужно выделять в сферу здравоохранения необходимые финансы, подчеркнула начальник управления здравоохранения ГАГАУЗИ Светлана Дулева. Да, у нас есть еще очень много проблем. Как инфраструктурных, так и другого рода проблем с взаимоотношениями с населением, с приемом пациентов и с оборудованием. Но очень многое удалось сделать. И удалось систему здравоохранения немножечко поднять на более высокий уровень. В 2021 году бюджет системы здравоохранения ГАГАУЗИ составлял свыше 45 миллионов леев. Марина Топал, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости. Глава ГАГАУЗИ Ирина Влах посетила сельскохозяйственное предприятие «Майдангрупп» в селе Чукмайдан. Она ознакомилась с ходом сельскохозяйственных работ. Агропредприятие обрабатывает свыше 2600 гектаров пашни и 323 гектаров садов и виноградников. Руководитель предприятия Петр Янеугла отметил, что в текущем году агрария региона и всей республики Молдова сталкиваются с беспрецедентными сложностями. Цена литра дизельного топлива приблизилась 28 миллием за литр. А стоимость удобрений и средств для борьбы с вредителями увеличилась в среднем на 300%. Стараемся соблюдать все обороты, потому что, как видите, чтобы поддерживать такую красоту полей, надо соблюдать все обороты, чтобы не было болезней и вредителей. Урожай зерновых первой группой хлебов может оказаться ниже ожидаемого из-за малого количества осадков на протяжении последних шести месяцев. В Ашкангагузе Ирина Влах отметила, что по прогнозам экспертов цены на продовольствие будут расти. А люди столкнутся с глобальным продовольственным кризисом. В Гагаузии необходимо новые решения, которые позволят делать наш аграрный сектор более конкурентоспособным и помогут снизить негативное воздействие последствий изменения климата. Зима и весна были благоприятны, исходы появились, были небольшие осадки. Сейчас в последнее время было три дождика по всей Гагаузии. И мы уже видим, что урожай озимых культур будет. Он в разной степени, где-то были хорошие предшественники, он лучше себя чувствует. Но в целом можно сказать, что ощущается нехватка влаги. Большая часть посевных площадей предприятия занята под озимую пшеницу, ячмень и рапс. Финансовая поддержка в размере 3500 леев, предлагаемая семьям, принимающим украинских беженцев, выделена не из государственного бюджета, а из пожертвований международного сообщества, заявил министр труда и социальной защиты Марчелл Спотар. Известно, что с начала подачи заявок на получение помощи зарегистрировались более 10 тысяч семей. По словам министра, заявки уже обработаны. Министр отметил, что приток беженцев первого этапа военных действий сократился. Однако на территории Республики Молдова находятся тысячи украинских детей, которых необходимо зачислить в учебные заведения, детсады и школы. Марчелл Спотар сообщает, что с начала военной спецоперации и кризиса беженцев Молдова получила 500 партий гуманитарной помощи. Для неправительственных организаций – около 250 партий. Для религиозных общин – 100. А для органов местного публичного управления – около 50 партий. Начальник генерального инспектората полиции Виарел Чернеуцяну сообщил порталу «Антикоррупция», что в генеральную прокуратуру было представлено 17 протоколов о правонарушениях, составленных в отношении депутатов, носивших запрещенную законом двухцветную ленту Святого Георгия во время мероприятий, посвященных и Дню Победы, 9 мая. Начальник генерального инспектората полиции сообщил, что было зафиксировано более 300 человек. Личности 165 из них были установлены. Среди них 17 депутатов. По ним были составлены протоколы о констатации правонарушения. Все они переданы в прокуратуру. По его словам, представители прокуратуры должны явиться в парламент с требованием о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов, нарушивших закон. Администрация филиала ГГУ «Сгаз» сообщает, что с 16 по 20 мая будет временно приостановлена поставка природного газа всем потребителям в селах Ферапонте, в Качок Майдана, в Дарма, в связи с необходимостью проведения планово-профилактических работ. Ведомство просит всех потребителей в данный период закрыть краны перед газовыми счетчиками и газовыми приборами. Полиция арестовала 32-летнего мужчину, которого обвиняют в шантаже нынешнего избранника своей бывшей жены. До этого его дважды привлекали за домашнее насилие. В частности, 8 мая этого года мужчина после неоднократных угроз, в том числе угроз убийством, получил от партнера своей бывшей жены сумму в размере около 10 тысяч лев на основании вымышленного долга. Однако последний сообщил о нем властям, которые проследили за передачей денег в режиме реального времени и задержали подозреваемого на месте преступления. Полиция отметила, что осенью 2019 года мужчина был осужден Камрадским судом за домашнее насилие. Ответчик требовал от своей бывшей жены, чтобы она отказалась от развода и, соответственно, от требования выплаты ей алиментов. С этой целью обвиняемый облил бензином комнату, где спали двое детей супругов, и потребовал от жены выполнить условия, угрожая поджечь комнату. Всего через два дня после последующего условного приговора мужчина нарушил ограничение и был осужден повторно в 2020 году. Национальное агентство общественного здоровья призывает население с большой осторожностью использовать фитосанитарную продукцию. С начала текущего года в Молдове зарегистрировано 620 случаев отравления пестицидами. Как отметили в ведомстве, нецелесообразное применение яда химикатов, особенно отдельными партиями и людьми с недостаточной подготовкой и при отсутствии средств индивидуальной защиты неизбежно сказывается на состоянии здоровья. Мудрость и богатство народа в его устном творчестве, произведениях и прикладном искусстве. Своими уникальными произведениями искусства, вязанными коврами далеко за пределами Гагаузии, прославилась уроженка села Гайдар Зинаида Гагауз. Зинаида Гагауз с самого раннего детства вместе с бабушкой и матерью занималась ковроткачеством. С приходом века индустриализации ткацкие ковры были отложены, и Зинаида решила возобновить это ремесло. Когда исчезли ткацкие станки, я начала вязать эти коврики. Стараюсь вязать так плотно, чтобы при стирке они не испортились и также хорошо сохранились, как будто вытканные на станке. Своими ковриками Зинаида прославилась не только в Гайдарах, но и за пределами Республики Молдова. Многие соотечественники, приезжая из-за рубежа, обязательно заезжают к Зинаиде за очередным шедевром. Ковры отличаются уникальной техникой выполнения и дизайнерским узором. Подбираю цвета и придумываю различные узоры сама. По желанию заказчика могу связать несколько одинаковых ковриков. Чаще всего люди хотят округую форму, но я могу связать и квадратную, и овальную, и прямоугольную формы. Большой гордостью Зинаиды является и то, что вязанию она обучила сына, дочь, а сегодня этим ремеслом увлекается и ее внучка. «Я летом чаще всего вяжу на улице во дворе. Часто оставляю свои спицы и пряжу на лавочке. Когда ко мне заглядывает сын, он не может удержаться и берет спицы в руки. Очень рада, что внучка моя этим же занимается». Вязание ковров – довольно кропотливая работа. Иногда на создание одного шедевра уходит от одной недели до месяца. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости. Группа «Сдовщий с дуб» и «Братья Адваховы» вышли в финал Евровидения с песней «Тринулецу». Конкурс проходил с 10 по 14 мая в Турине, Италия, сообщает Молпресс. В первом полуфинале конкурса приняли участие артисты из 17 стран. Молдавские исполнители выступили под номером 9. По словам организаторов, фольклор «Братьев Адваховых» и рок-н-ролльной группы «Сдовщий с дуб» гармонично сочетаются в новой песне «Тринулецу». Воспитанники Комрадского спортивного лицея завоевали шесть медалей на чемпионате Молдовы по вольной борьбе среди кадетов. Спортсмены заняли одно первое место, одно второе и четыре третьих. Воспитанники Комрадского спортивного лицея постоянно принимают участие в соревнованиях как на национальном, так и на международном уровне. Первое место на чемпионате Молдовы в весовой категории 74 килограмма занял воспитанник спортивного лицея Григорий Кара. Он выиграл все сватки. Я провел четыре сватки, из которых из четырех все выиграл и занял первое место. Спортсмен Роман Кицкар занял на республиканском чемпионате третье место. Из ребят с Кищенева, с Молдавии тоже занял третье место, делал три сватки. Главное, все прошло без травм. Будем тренироваться, готовиться и выступать. Боролся с полицейскими кишневскими парнями и занял третье место. Тренирует ребят Ильяй Сиро. Он отметил, что дисциплина и упорство в тренировках дают результаты. Он с ностальгии спономинает соревнования, в котором сам постоянно участвовал. Ильяй Сиро сообщил, что спортсмен Григорий Кара, занявший первое место, будет участвовать в составе сборной Молдовы на чемпионате Европы. В спортивном лицее у них получается распорядок дня, утром зарядка, потом утренние тренировки, вечерние двухразовые тренировки. Это позволяет повышать мастерство и, естественно, и приносить хорошие результаты для спортивного лицея, для нас, для Кагузии, для Молдавии. И кто у нас занимает первое место, они сразу берут себе путевку на чемпионат Европы. А дальше, если на Европе нормально отборолся, то и готовятся дальше к чемпионату мира. Тренер Федор Тукан отметил, что ребята постоянно в копилку лицея приносят новые награды. Связано именно с этим, что мы должны в первую очередь и то, что воспитывать, и, кроме этого, готовить отсюда спортивно хорошо. Ребята, чтобы показывали хорошие результаты, готовились на первенстве Европы и мира. Теперь воспитанники спортивного лицея приступили к подготовке к чемпионату, который пройдет в Румынии. Майя Садович, Сергей Георгиев, Артем Топал, Новости. В Камрадском шахматно-шашечном клубе прошел республиканский турнир в памяти ветерана Великой Отечественной войны Валентина Чавдарова. Он собрал лучших шахматистов страны. В течение четырех дней спортсмены провели по девять партий и выявили сильнейших. Турнир по шахматам в Камраде прошел по швейцарской системе и собрал ведущих шахматистов страны. Игра была напряженной, партии длились часами, так как никто из соперников не хотел уступать. Как отметил главный судья соревнований Андрей Чешмиджи, игра в шахматы в регионе популярна. Однако на сестезянях регион представили не все клубы. Поэтому мы стараемся на высоком уровне его провести. И дети, участники это чувствуют. В телевидении вы делаете огромную работу, даже больше, чем мы. Вы пропагандируете этот вид, заходите в семью. То есть мы сегодня за этими досками пять человек, которые завоевали квоты на чемпионат Европы и чемпионат мира. Это с Гагаузией. То есть нас признали. Мы хотим пойти дальше, открыть шахматную школу, чтобы все, около 23 человек, которые занимаются шахматной в Гагаузии, чтобы они работали в унисон вместе. И у нас результат будет в войне еще лучше. Цель соревнований – популяризация шахмат, повышение спортивного мастерства, укрепление дружественных связей и самое главное – выявление сильнейших. По словам наставников, дети с удовольствием приняли участие в турнире и показали, на что способны. Постепленный народ. Я часто в Камраде бываю. Мне нравится здесь. И дети растут в своем мастерстве. География достаточно широкая. Вот турнир интересный уже. Это юбилейный, по-моему, турнир, 15-й. Вот, поэтому традиция сохраняется. И с года в год мы проводим этот хороший турнир и участвуем. Как всегда, все усиливается даже, можно сказать. Вот Тишнев приезжает. И молодые растут быстро, тренируются. Тяжело выигрывать сейчас уже. За шахматными досками борьба была уверенной. На таких соревнованиях опытные игроки свои знания передают подрастающему поколению. Сыграл хорошо. Моя подруга тоже, но один из нашей команды. Сегодня сыграл не очень, и вся команда устроилась. Сейчас я проиграла, потому что мне попался очень сильный противник. Проходит пока место нормально, но в последнем парте я проиграл. Не хватило духа и духа. Мне сложно, потому что здесь сильные игроки, с разрядами уже опытные, уже 4-5 лет занимаются. Все победители турнира по итогам соревнований получили грамоты, медали и денежные вознаграждения. Среди мужчин первое место занял мастер спорта международного класса Сергей Барган из Кишинева. Среди юношей до 14 лет первое место занял Виталий Жим-Жим из Камрата. Среди участников до 10 лет лучшим стал Вадим Навак из Камрата. Среди женщин первое место заняла Екатерина Кирякова. Среди девушек в возрасте до 14 лет победила Милания Зуева. А до 10 лет лучшей участницей стала Алифтина Делия. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчуг, ГРТ Новости. 7 мая в селе Авдорма прошел чемпионат Республики Молдова по настольному теннису среди мини-кадетов У-12. Соревнования проходили в двух спортивных залах лицея Дмитрия Челенгер. Около 70 участников приняли участие в мероприятии. Из Гагаузии были заявлены на турнир 15 теннисистов. Среди мальчиков лучший результат показал Егор Касым и стал бронзовым призером чемпионата Республики Молдова. Неплохо провели свои встречи и воспитанники Камрадской детской и юношеской спортивной школы. Дели Александр, Хорозов Матвей, Капсамун Артем и Нейковчин Вадим. Ребята не смогли выйти в финал соревнований. Для некоторых это был третий турнир в их жизни. Среди девочек на хорошем уровне провела свои встречи Таукчи Анастасия. В завершение выпуска прогноз погоды в Гагаузии. 12 мая в Гагаузии ожидается малооблачная погода. Влажность воздуха составит 47%. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 3 м в секунду. Температура воздуха в Камрате ночью плюс 14, днем столбик термометра покажет плюс 27. В Чедерлунге ночью плюс 14, днем 27 градусов выше нуля. В Волконештах ночью плюс 14, днем воздух прогреется до плюс 28. Таким увидели этот день наши журналисты. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова